12 часов ночи самое время записать видео для начала спасибо что вы интересуетесь в комментариях моей жизнью вот допустим таким аспектом сколько мне лет сразу же несколько человек спросила скажу так мне от 20 до 30 то есть мне уже есть 20 мне 30 на 30 еще далеко еще дожить надо не имеется никакого значения 20 или 30 это примерно один и тот же воз сужу по своему опыту опять же да вот по работе допустим когда те еще ревна когда я там работал работал до москве устраивался в мтс мне 20 тогда ровно был чуваку 25 который сама работает второму 27 на код который 25 лет 25 летний он вообще выглядел я бы сказал и по поведению и в принципе ну сравни мне но может быть даже чуть моложе но 27 летний это уже директор он был очень такой массивный мужик но вот тут ну то же самое абсолютно он был тоже 20 летний 505 лбу выяснили далее вводные про социофобию скажу сразу в чем она проявляется то что я вот как-то зажимаюсь внутренне это разумеется видно и вербально и невербально становится моё проявление да ну что я зажимаюсь а нет ничего хуже когда ты зажат вот либо ты спокоен все как диалог льется как по маслу нету никаких блоков да ты можно сказать доминируешь над собеседником если тебе это нужно сразу своим спокойствием а тут доминировать спокойствием через подавление это очень сложно на самом деле это почти невозможно это вот мешает жить да к истокам к истокам мама пиздила как многих из нас возможно волосы выдирала говорила что сдаст в детдом я вел такая маньячка попросту говоря но только когда у него психоз когда она раздражала принципе так то она паинька в остальное время то есть и баловали меня родители тоже но мать была жесткой есть в общем то просто сейчас я иногда уже отпор даю но не то что я ее в ответ ударяем как бы желанно про это не будем особо акцентироваться следующее у меня были очень кривые зубы очень-очень вот особенно передние это страшная вещь от я оставил брекет и не так давно что их снял а это же все тоже очень не мешало я вот когда начинаем говорить по старой памяти прячем переднюю челюсть потому что она раньше было очень кривой по старой памяти это уже от этого нужно избавляться доказалось было тем не менее следующее прыщи над этим тоже работаем уже многие знают что я принимаю ретиноиды да куча там побочек нельзя ни в коем разе делать детей когда ты их пьешь ни в коем разе нельзя беременным им пить да потому что же сказать же скач полы там пороки там прям все это написано на препаратах это там типа не не помню как называется но я пью сатрет есть еще какой-то там 2 аналога стоит до хрена в общем потихоньку лечим пока еще как очень сильно сушит кожу через все вот это вот осушение идет удаление причины посмотрим как человек ну до сих пор они есть то есть как бы меньше они не мешают но тем не менее следующая очень восприимчивый человек от природы девушки мужчинах что нужно нужно так усреднено до нордический характер не проявление эмоций а я вот так вот не могу не могу то есть я эмоциональный высокочувствительный высокоэмоциональный человек все-таки творческий сами понимаете что дважды два у нас все в этом роде что наталья королева кто видит кто видел тот видео то все видео смотрит то есть за 200 долларов наталья королева за 200 долларов ну разумеется не оригинал следующее вводная да чтобы вы понимали я никогда не считал себя интровертом эта роль мне абсолютно некомфортному периодически мне приходится молчать потому что я тупо стесняюсь приходилось и приходится вот этот хуже нет некуда когда ты не интроверт но при этом вынужден молчать да не добровольный интроверт так я в принципе к строю есть в принципе ситуации все-таки а прорабатывал самотерапия писала психотерапия все равно время идет да вот тоже время идет что чтобы стать альфачом ничего не нужно делать посмотрите это видео там время как бы вылечит время вылечит все вылечит некоторых ситуациях некоторых компаниях даже больших то есть я могу проявлять активность как плюс-минус но все равно вливаться в социум очень сложно вот именно вот за счет опять вот это вот идущие из прошлого зажатости зажимаясь я как бы блокирую стесня очень стеснения своей вот вот этой вот внешности до прошлое хотя час уже но новая с возрастом там идет до внешность там новые какие-то приколы в принципе все равно со временем и становимся все лучше и лучше да про это игре также я не считаю социофобию чем-то блин уникальным что только у меня нет у вас тоже то есть просто в меньшей или большей мере все мы боимся до той или иной степени людей социума и желательно конечно нам это все преодолеть я верю в то что придет время и все мы преодолеем главный то минус то что это мешает то что я боюсь всех людей всех по обоих полов и в том числе самое то главное девушек девушек они это считывают они это видят вот это вот стеснение волнения зажатость до смущения и сканируют это как за существенный минус и уже после этого даже не охота толком то и общаться я становлюсь и мне интересным дальше вот перескакивать через мою социофобию как правило девушка не хочет вот если мы только с ней познакомились да на первом свидании имеется очень познакомились напомню что 2020 год это год оффлайн знакомств это великий год когда все решится у нас с вами соответственно но есть девушки как бы понимающие у которых достаточно мало комплексов они готовы перескочить через эту социофобию наплевать на него в общем-то и зреть дальше дальше уже в саму личность сам характер на понять что в общем-то это минус ну там до хрена еще плюсов главное помочь мне раскрыться да и в принципе в принципе вот парни они не будут заморачиваться помогать тебе раскрыться особо как бы с парнями как бы у меня меньшая ценность в принципе общения мы сами понимаем с людьми нашего пола когда у нас в самом разгаре сексуальный период у нас меньше ценность общения да если мы гетеросексуальны нам важнее общаться все-таки с противоположным полом да то что так что там я как-то с парнями не заморачиваюсь особо ну да есть ну да нет соответственно вот так вот вся вот моя социофобия через зажатость через эту скованность проявляется через все еще боязнь перри верхней челюсти до верхних верхнего ряда зубов по крайней мере да ну что ж поделать мы верим что найдется в 2004 году девушка которая а вот еще будет зреть дальше то про то что говорил ранее вот еще чего хотел сказать так память вернись память вернись да вот все вернулось у меня еще природа гибкость характера в том плане что я восприимчив но я еще актер да актер то есть есть я а есть можно сказать мои субличности выстраиваемые актерской игрой иногда это вредит потому что нужно очень сильно поднапрячься чтобы играть да естественно естественность это мы не напрягаемся когда мы естественно да не тратим усилий а вот когда приходится играть подстраиваться для того чтобы опять же поскольку первое впечатление самое важное достаточно на первом свидании отыграть роль более такую мощную мужественно да альфа самцовую именно на первом свидании там уже потихоньку девка к тебе привыкнет и там уже немножко будут к тебе уже подстраиваться а ты будешь более естественно более естественно более естественно кстати и маску то все надевает в принципе не только я не только в Fred то ведь девки тоже и кстати санусп하다 тоже в принципе поначалу мы хотим показаться даже наверно лучше чем мы являемся но вот моя социофобия она мешает показать показаться кажется лучше чем являясь наоборот я о чем тут этого стеснения и зажатости я Я кажусь хуже, чем я являюсь. Вот это вот самое главное, чего девки понять не могут. Что я за счёт этого стеснения зажатости, социофобии, кажусь хуже, чем я являюсь. Я не могу вести себя более естественно и раскрыть черты характера важные, да? Тем более при первой встрече. И в принципе черты личности, да? Но тут помогут ещё раз, поможет игра субличности, хотя мы все за естественность, да? Мы все за естественность, но тем не менее. Без игры тоже никак. Ещё раз, всех с годом оффлайн знакомства поздравляю, с 2024 годом, важнейшим годом в судьбах каждого из нас, каждая из нас. Делитесь вашим состоянием, вашими переживаниями. С вами был Александр Кузьмин. Всем пока.